Человек тридцать, два, сразу. Функция. Бери заряд. У нас немножечко здесь, у нас немножечко зарядки. Я решила выйти к вам. Я решила выйти к вам. Я решила выйти к вам. Я решила спеть песни, как всегда, любимые ваши. Творит потоки. Мне говорят, такая поточная, выйти обязательно, чтобы женщины увидели, услышали, прочувствовали, вкусили. Вот это наслаждение. Можно света из окна побольше немножечко? Ой, сейчас я пристану. Я еще в нижнем белье такие фотки красивые делала для вас. Ой, не могу. Ой, я скачала почти. Ну что, как вы тут без меня скучали? Как без меня прямые эфиры, которые я проводила, между прочим, целый сколько-то месяц. Месяц. Да, я молодец. Я молодец. В этом плане, конечно, для меня месяц прямых эфиров это что-то невероятное было. Это было что-то невероятное и великальное. Пропали совсем. Ну, я веду свой телеграм-канал, вы можете перейти туда, и когда есть вдохновение, когда я вдохновлена. Вот, как и сейчас, видите? Вообще людей нету. Где все люди, мои прекрасные люди? Надо было с голой грудью выходить. Я поняла, знаете, у меня аудитория, я, короче, с Владой выставила, с бывшим мужем, с мамой, просто всем реально интересно, как люди живут, что они едят, что интриги расследовать. Нет, это было понятно и раньше, но вот семейные какие-то истории, вот с племянником выложила фотографию. Я, ну, как бы не представляю, что меня там интересуют чьи-то племянники, ну, и дети чьи-то. Поэтому, когда мне пишут, где ваша Влада, всегда такой, такой, типа, та-да-да-дам, это вроде мой аккаунт, моя страница. Зачем? Что вы? Зачем? Почему? Вот. Я знаю, люди, почему этот выходит, они не могут пережить моей красоты. Я слишком красивая, отдохнувшая, загорелая и вкусная. Это так и есть, это так и есть. Зарядилась. Что? Ты? А, да. Я зарядка, я зарядочка. Можешь взять у меня проводок и подзарядиться немножечко. Ой. Настояние вообще кайфовое. И самое главное, в чем сказать. Ребята, сейчас такое время, когда вы можете просто настолько себя чувствовать по-разному. Вот вчера я думала, что я буду вести свой инстаграм. Очень мило. А сегодня я сделала фотки в лифчиках. Просто вчера я думала, что все, я все меняю. Я хочу классику. И так постоянно. Вот. Через час я что-то еще придумаю себе. Это замечательно, прекрасно. Я не против взять. Моя милая, вот подключайся. Вот даю тебе мою руку. Подключайся. Переходите в телеграм-канал. Телеграм-канал есть в шапке профиля, в ссылке. То, что у меня не работает. Это, если вы смогли мне написать мой директ, и он сработал, это просто везение. Это просто бог ведет ко мне вас. Ну, вы создали меня для себя. Вот. Ну, это так работает сейчас. На самом деле, уже написан пост. Классные фотки есть. Одна. Фотки или одна. Мы пойдем есть пироженку. Ты пойдешь есть пироженку. Я свой пироженок наелась на отдыхе. Милые мои, а что вопросов нет? С какой у меня сейчас вес? Я взвесилась наконец-таки. И я знаю, какой у меня вес. Мне уже, знаете, столько раз спрашивают про мой вес, что я решила, что нужно сказать свой вес. Взвеситься. А? В Википедию добавить. В Википедию добавьте мой вес. И я ела вообще все, как вы... Кто есть, тем более, меня в Телеграме знают. Восемь вечера кофе пила. Пирожные струдели ела восемь вечера. Ну, вообще. Все ела, когда хотела. Свою внутреннюю женщину просто. Вот как чувствовала, так и делала. Я скажу, что я очень мощная. Я могу быть, как мужчина, держать себя в гижовых рукавицах. Я уже показала себе, что я машина. Вот. Ну, так же, как женщина, мне тоже нравится делать то, что... Я хочу расслабляться, как я хочу. Все, девочки. Все, девочки. Все, девочки. Я делать хочу все, девочки. Я готова делать все, девочки. И знаете, в этом еще больше. Типа, ты познаешь разные свои грани. Ну, полностью там. Откуда я там ушла, пришла. Познала. Вот. Ты познаешь разные свои грани. И потом ты понимаешь, что... Ну, все. Все должно быть гармоничное. Гармония и баланс. Но баланс, он в том и баланс, что даже когда-то у вас бывает дисбаланс. Я хочу, чтобы вы это услышали и приняли. Вот. Это, кстати, скоро уже ровно год, как я ни разу, ни капельку не взяла в рот. Алкоголь. Вот. И то самое тоже я уже не брала больше, чем год. Вот. Поэтому, что я хочу сказать. Недавно была у меня ситуация. Только это рассказывала сегодня своему прекрасному партнеру. Вот. Недавно у меня была ситуация. Я думаю, блин, что-то грустненькое. Может, все-таки выпить вина. Мозг так сказал. А я такая сижу, говорю подружкам. Вот. Наоборот. Когда все в жизни прекрасно, если тебе не хочется пить вина, значит, тебе не хочется пить вина. Понимаете? А здесь это какие-то старые программы включаются. Я такая, ой, нет. Нет, нет. И как-то вот. Вообще. Думаю, господи, правильно. Понимаете? У нас так устроены люди, что если что-то происходит, нужно пойти запить, зажрать. Телевизор посмотреть. Вот что-то еще. Что-то скучненько. Что-то нужно добавить. А ничего добавить. Поверьте мне, пироженком очень даже вкусно добавить. Но только когда у тебя еще классное настроение. Проживать надо, да? Да, все проживать надо. Проживайте все свои состояния. Ну, только не биться головой об стенку. Кстати, об этом я тоже когда-нибудь расскажу. У меня просто было такое в подростковом возрасте. Я себя очень сильно наказывала. И сейчас я вообще понимаю, насколько я, ну, психологически здоровый человек. А была, например, нездоровым человеком, как многие из вас. Вот. И наказывала. Все наказывают себя разным способом. А дети вообще себя наказывают, да? И даже когда мне Владу отобрали, кстати, у меня был приступ один раз. У меня сестра откачивала. Прям водой. Ну, поняла. Прям задыхаться начала. Прям. Ну, как бы. Типа, когда ребенка, да, отобрали. У меня первый раз. Вот. А сейчас, когда я говорю вам эти истории, мне кажется, это я вообще говорю эти истории. Это реально я. А это реально 20 человек у меня в эфире. Это, знаете, это очень прекрасно. Почему вы, почему 20 человек в эфире и столько людей, тысяч в сторис? Вот. Значит, надо писать сторис, раз люди мои любимые меня не слушают. Может, ты хотела рассказать про... Нет, ну, 20 человек. Я лучше сторисы тогда началикаю, накатаю. Как-то поактивнее люди. Ну, ладно. Если, короче, вы не хотите подключаться к моей батарейке, если вдруг еще здесь темно так стало, моей красоты нереально не видно, моей красоты нереально не видно, то буду я писать сторисы. Хотя сторисы я, конечно, тоже не I love you. Вялые, вялые все, вялые все. Они все вялые? Они не вялые. Нет, они вообще не вялые. Они самые... Вы самые лучшие. Мои не вялые. А то у меня вялый... Вялый телефон. Вялый этот... Инстаграм вялит где-то. Где-то, где-то, что как... Директ там, ну, как бы там... Ну, главное, сторисы работают, знаете? Ой. А с чего вы взяли, что я курила? Я не курила. Да нет, я курила в школе. До 18 лет я курила. В 18 лет я бросила курить. В 18... Нет, в 19. В 18-19 я бросила курить. И на проекте я курила ровно год. Как вышла с проекта, на следующий день я бросила курить. Все. Я не курила. Это не могу посчитать. Я не знаю. Это... Я начала курить лет в 13... В 14-15. Я не пользуюсь парфюмом. После Випассан. И у меня очень обострено обоняние. И сейчас я вернулась сюда, в Москву. Я чувствую воздух. Ну, я много чего чувствую, как бы, знаете. Сегодня мы гуляли, и я чувствовала своего старого Бушева. Я говорю, чувствую старого Бушева, своего самого взрослого, который... Ну, как бы он уже взрослый. Достаточно не пожилой, конечно же. Не думайте. Я не встречалась с 90-летними. Ну, ему 55 сейчас. В принципе. Как моему папе. Вот. Это единственный мой взрослый мужчина, который у меня был. Дай Бог ему счастья и здоровья. Столько мира повидали мы с ним. Столько всего хорошего человек мне это дал. Вот. И сегодня духами его запахло. Я поэтому духи сразу меняла всегда, чтобы не было вот этих зацепок, этих якорей, как только отношения заканчиваются. Вот, например, с бывшим супругом он приезжал, когда прилетал сюда. От него пахло, по-моему, как у меня были духи. Ну, короче, неважно. Я говорю, блин, сразу аж в прошлое, знаете, закинуло. Вот. Поэтому как-то мне сильно пахнет сейчас. Я очень чувствительная. Я очень охуенная и очень чувствительная. Ну, как бы и очень пиздато. Ну, что-то добавить еще. А можно подсветить еще на лицо у меня? Чтобы красоты моя больше было видно. Я еще в твоем этом. Не, ну это перебор. Это был прикол. Мне кажется, мне там ничего не выпало. Нет. Вот так. Можно я сегодня буду? В роли просто женщины. В роли женщины, а не мужчины. Которая лежит. В одеяле почему-то. Пушистый плетик. Пушистый плетик. Никаких вопросов не было. А они не хотят мне задавать вопросов. Они знают, что я их сканирую. Что я просто буду отвечать на их вопросы. Я леди скан. Вы поняли, да? Я тоже вас люблю. Обнимаю. Слышите. Но если возвращаться, да, то только так, согласитесь. Только с таким эфиром. Я с другим вообще не согласна. Да. И меня. Ну, чего тебя не было? Потому что у меня очень сильные внутренние изменения идут. И я кайфовала. Я живу жизнь. Я не проебываю свою жизнь в телефоне. И хочу, чтобы вы поняли. Взяли вот сейчас. Зашли в свои подписки. И удалили ваши там тысячу или две тысячи человек, на кого подписаны. Которые просто засоряют вашу. Во-первых, ваш мозг. Ваш фокус внимания. Инстаграм вообще забирает у вас вашу жизнь. Вот так вот. Там 2-3 часа жизни, которые вы можете настроить. На стоять. Ну, ладно. Не будем про работу с собой. Надо на себя. Просто потратить на себя, на своих детей, на свою семью. Вообще многие зависимости телефонная. И я в нее тоже когда-то попала. Это на самом деле такая же зависимость, как остальные зависимости. Если вы думаете по-другому как-то. Ребят, я вас сейчас огорчу. Зависимость отношений. Зависимость алкогольной. Зависимость. Они очень серьезные. И это может потом привести вам к всяким нечистям. К лярвам, к сущностям. Потому что, когда вы уже не можете находиться без телефона, без вот этой подпитки. Это уже говорит о многом. Поэтому думайте, на кого вы подписаны. Подписываясь только на тех людей, которые вам что-то дают. Либо на свою семью. Действительно, вы смотрите на своих детей, мам, сестер, друзей каких-то, которым вы имеете контакт. Когда я удалила свои подписки, просто люди исчезли из моего поля. Понимаете? А так постоянно люди фонят. И у вас очень сильно, не то что забирают это даже, это забирает вашу энергию, плюс еще ваш мозг. Вы не представляете, насколько он засорен. Но это я немножечко добавила в сегодняшнюю тему. Серьезненько. Вот надо, кстати, было в Телеграме сказать, что я выйду в прямой эфир. Все пришли бы. И все пришли бы еще 10 человек ко мне. Кто хочет меня услышать и подключиться к моей батарейке. Вообще, мне предлагают завести новый. Какие-то интересные иностранцы, красивые мужчины заходят. Здравствуйте, подождите. Мужчины иностранцы. Заберите нас к себе. Вот, пожалуйста. Что я хотела еще сказать. А, да, типа новый аккаунт, потому что здесь не работают. Не Дерик, не это, только сторисы набирают. Классно. Ну, вот, рилсы еще на вас всех. Ну, как-то вот, на аудиторию свою. Не, ну, конечно, мы справлялись с вами какое-то время. Может, как вы думаете, пора ли начать новую жизнь? Телеграм новый создала и очень счастлива, рада. Очень красивая, такая женская. Мужчина тоже есть, мужчина вас, I love you. Вижу вас тоже, чувствую всегда. Но больше женская, конечно, аудитория. Очень красивая, очень лояльная, приятная. Абсолютно все новое, другое. Много людей отвалилось, и это очень приятно. Я тоже очень рада вас видеть. Все мои прекрасные, 31 человек, 27 человек. То, что я же говорю. Но я люблю вести прямые эфиры. Потом, пускай лучше они пересматривают их, чем я сторисы пишу. Потому что сторисы, ну, там просто много тысяч человек, когда тебя смотрят. Тысячами. Да, я очень мечтаю на Дом 2 вернуться. Мне как раз там сесть. И я думаю, что мне нужно им проповедь прочитать. Я думаю, там твоя зона роста. Там моя зона роста. Да, нет. Прекрасно все, прекрасно. Именно на Дом 2. Только я говорю, мне такая аудитория. А ты на Дом 2 вернуться не хочешь? А ты вообще о чем сейчас? А вообще о чем я сейчас? Тут кто-то знает, о чем я сейчас? О чем я сейчас? Кстати, сегодня как раз таки мы обсуждали то, что я уже на протяжении, если что, мои прекрасные люди, 8 месяцев работаю. Ко мне приходят люди, психологи, практики, мастера, эзотерики. Я работаю с тем любимым, которые работают с вами. Я уже вывожу их на другой уровень, сознание. Поэтому я уже учитель мастеров. И о каком Дом 2 мы вообще говорим? Если я пойду, то битва экстрасенсов. Но не Дом 2. Вот на битву экстрасенсов с удовольствием я пошла бы. Можно ко мне привезти Бузова-Волочкова? Давай спросим, какое шоу. С ними прикольнее всего, мне кажется, было бы вот они вдвоем. Что-нибудь если бы провели, это было бы очень классно. Ну они такие высокие обе. Вы спросите, что это шоу какое-нибудь дело? Какое уж, смотрите, у меня есть идея. Я знаю, что у меня здесь очень много. Благодаря Дому 2 ты пропиарила, разве не так? Я благодаря себе, своему аватару пропиарилась, как вы говорите. Набрала подписчиков и так далее. Но если вы живете и застряли в одной какой-то своей стезе в каком-то времени, то я развиваюсь постоянно. Я поэтому давно не занимаюсь как блогер рекламой, не веду аккаунт. Я уже давно это все переросла, выросла. И как многие говорят, что вы должны благодарить, я благодарю каждую часть своей жизни. И это одна из частей моей жизни. Но она не отличается ничем от того, что вчера я ездила на отдых домой. Каждая часть для меня одинакова. Нет такого, как у многих из вас. Тогда я могу сказать, что Тимати, спасибо тебе, ты мои первые 7 тысяч подписчиков, у меня от Тимати пришли. Мне надо эту историю. Для меня это все одинаково. Но самое главное, что если бы это была не я, если бы это не мои ноги туда пришли, никогда бы этого не было. Если бы не я делала прекрасные фотки в нижнее белье на тот момент, на меня бы не подписался там Тимати, да, и люди, которые бы приходили от него. Вот, потому что это я, понимаете? Вы же сейчас не на Доме-2, у вас нет этих подписчиков. Или новые там участники из Дома-2, у них нет этих подписчиков. Поэтому просто научитесь смотреть на то, что сегодня, например, был прекрасный день, я благодарна ему, так же, как я благодарна, когда ты была Дома-2, я не разделяю. А вы разделяете, пока у вас есть разделение на больше, меньше, что-то. Вам ничего никто не может дать, пока вы сами это не возьмете. Запомните. А это все детская позиция, что кто-то что-то дал. Никто вам ничего не даст, пока вы сами не придете и сделаете какие-то действия, не будете ничего делать. А люди все живут какие-то эти, придумывают себе что-то там. Это вы для себя отмазку ищете, что человек, я и без этого, везде была всегда очень популярная девушка. Красивая, популярная, я знакомилась и с иностранными звездами в Инстаграме, потому что это я, это просто мое. И так многие девчонки, кто очень даже яркий был на Доме-2, как бы есть, нет, наоборот, что они и без этого были яркие, и после стали яркими. Поэтому здесь просто говорит только о личностях. Кто-то, как ты говоришь, правильно, кто-то исчез в поле зрения. Все зависит от вас. А просто держаться за что-то, ну, это только и жить в прошлое ваше. Вот это, кстати, классная тема о том, что люди живут в прошлое. И мне, когда говорят про Дом-2, я даже не помню, что я там была. Я не помню, что вчера было, а вы мне про Дом-2 говорили в видео. Жить в настоящих моментах, это значит проживать в данный момент, в данную секунду, когда я с вами разговариваю, а не жить там где-то, что-то, а у тебя было, а в прошлое, а это. Я бы вообще все свои истории, я думаю, постепенно все равно, это просто людям хочется знать. Мне, например, уже не хочется говорить о том, что я прошла, да, я знаю, да, я такая же, как вы, я и... Как я только свою жизнь не проживала и как я себя только не вела, это путь, да, но это путь того прошлого. Он есть, он всегда будет со мной, он есть, да, но зачем мне вообще о нем думать, когда ты уже как отрезанный? Понимаете, когда вы начинаете с новой точки, а если вы тащите за собой груз, ну вы никогда не выйдете в крутые новые состояния, никогда запомните. Если вы внесете за собой вот все свое прошлое... Некоторые же гордятся им травмой, знаешь, я страдала, и вот. Ну, ну, пускай гордятся, это абсолютно личное дело каждого, вы можете гордиться, вы можете привязываться, вы можете говорить, что кто-то. На самом деле вы, если вы ничего не сделаете, то у вас ничего в этой жизни не будет. Понимаете, для того, чтобы, например, Шура прославился и смотрела из-за одной песни. Он проснулся утром, типа, он рассказывал, он стал очень знаменитым. Ну, что сделал Шура? Он записал эту песню, понимаете, он не просто лежал, ковырялся в носу на диване, смотрел «Дом-2» и проснулся, и прославился. Для любого, вот, если вы чего-то в жизни хотите, вы должны сделать, встать и сделать. Мечты не сбываются, если вы... Это все очень детская позиция, что вы сидите, думаете, завтра реально кто-то придет, исполнит мою мечту, или я встречу мужчину, и моя жизнь изменится. Ну, изменится, естественно. И мужчин будете менять, они будут меняться, ну, конечно, сценарий у вас будет один и тот же. Привет, привет. Поэтому это только ваш выбор. Как жить в этой жизни? Где жить? Как жить? С кем жить? Сон, такой прикольный осветитель. Ты прикольный осветитель. Освещай меня. У нас в государстве, мы даже сегодня разговаривали, я выложу, я в телевизорном канале дала медитацию, она очень мощная, как раз про наш род. Вот, и смотрите, если там где-то в Японии, в Китае, но где, да, свой род, почитаю до седьмого колена, о нем знают, о нем говорят, это вообще нормально, да, рассказывать про своих бабушек, про бабушек. Знать свое древо родовое. Нет, так некрасиво. Знать свое родовое древо. Посмотрите, как в России было классно. Секс запрещен, все вообще запрещено, людей зомбируют, и при этом родственные связи были просто отвратительнейшие, заметьте. Бабушки там ненавидели своих свекровь, ну, короче, бабушки ненавидели, это я свою бабушку просто вспоминаю, да, ненавидели там спутниц своих детей, вообще ругались, братья с сестрами вообще не общаются. Как послушаешь, как вспомнишь, да дерутся там, какой-то сын убьет свою мать, такое неуважение. Если взять мусульмане, там все равно уважают своих родителей, да. Мам, у них какие-то традиции есть, армяне, то же самое. А в России это вечный срач. Почему Дом-2, извините, почему Дом-2 столько и продержался? Вот это смотреть за грязным бельем, когда что-то происходит, да. Это просто российский менталитет, как будто так надо. Ребят, ну это вообще не жизнь, поверьте мне. Не то, что вы даже деградируете, да, деградация происходит. Это про вашу жизнь в настоящем мире, да, в настоящем мире. Потому что когда вы смотрите все-таки блогеров, которые, например, всякие там трэш устраивают, вы там переживаете за них, сострадания. Особенно женщины, которые не работают, мамочки. Вот тоже сегодня эту тему обсуждали. Они же, получается, у них нет своей жизни, да, вот есть муж, дети. И она вот эти эмоции пытается, представляете, искусственно взять через других людей. Искусственно смотреть, как люди живут хорошо, отдыхают, как люди то. Это искусственно. Вы забираете себе, но этого не получается. Человек, знаете, как сейчас. Многие люди вообще не живут. Почему я говорю, у вас зависимость там телефонная, да. В течение дня вами управляют вообще ваш мозг и ваши мысли. Вы постоянно летаете в мысли прошлое, будущее, прошлое, будущее. Вы постоянно беспокоитесь о будущем, все время вам чего-то мало и о прошлом. Постоянно вы в голове свое, вы там идете, даже вот просто вы там идете из дома. Вы ходите до работы, доходите, вы уже улетели куда-то. Прикиньте, а потом вы заходите в телефон и сюда. Также вы проникаете сюда и отдаете свой фокус внимания не в свое тело, а телефона. Короче, вы просто придаете каждый день себя, свою душу и свое тело. Придаете, продаете, как хотите, называйте это. Вы не сфокусированы на себе. Вы не находитесь наедине с собой. Многие не занимаются вообще своим телом, питанием. Уж не говорю там прям, чтобы супер правильно, да, но именно с любовью к себе. Многие себя не любят. Они любовь к себе, ты не знаешь, любовь к себе это не ресницы, это не волосы. Любовь к себе это говорить себя, это поддерживать себя в трудные моменты. Не говори, что ты кусок дерьма у тебя еще не получилась, да, отцеловать себя. Я прошла многие стали, поверьте мне, мои вообще, можно говорить там, да, что как бы у всех путь разный. Но я вам скажу, что многие люди, они себя предают. Вот когда вы задумаетесь, да, почему я веду телеграм-канал, больше мне нравится вести. Потому что я не так забираю вас в фокус внимания. Зачем мне часто приходить к вам, чтобы забирать, я не хочу воровать ваше время. Я не хочу воровать вас от себя. Если я выхожу, я даю пользу. Потому что я хочу, чтобы вы просыпались, я хочу, чтобы вы слышали, я хочу, чтобы вы наконец-таки начинали осознавать, что есть ваша жизнь, и она не должна пройти дерьмово. И она не может пройти как-то, вы думаете, если сейчас как-то плохо. Не важно, сколько вам лет, у вас всегда есть выбор. И это реально сейчас возможно, новое время, и я вам говорю, что всё возможно. И не в телевизор идти смотреть, не туда, а просто научиться соединяться с собой. Вы можете просто жить в деревне, да и многие люди в деревне, не уверены, пробуждённые есть. Потому что они любят место, где они находятся, наблюдаются, зерцают, это очень важно. И ещё не разделять свою работу, вот как я сказала, по времени, не разделять благодарность за всё, чем-то. А когда вы выделяете, ой, вот когда я добьюсь вот этого, или... А то, что вот это я сделала, это не это. Это прямо вот про меня, вот знаете, я такая вот была, да. И потом у людей крыша, и почему у людей есть крыша, почему люди пьют алкоголь. Вы не представляете, сколько... Я вот вчера три передачи посмотрела в телевизоре. И в телевизоре, господи, на ютуб-канале посмотрела там своих любимчиков. И сегодня медитация моя была сложноватая, вот скажу. Почему? Потому что, ну, выплывали образы. И я сегодня говорю, Таша, я вернулась в Москву, я чувствую очень много, поток людей, очень всё быстро и резко. И сконцентрировать мне, если там я жила, в доме, на природе, очень чётко внимание, внутри тишина, спокойствие, то здесь как будто постоянно кто-то хочет меня вот выбить, понимаете? А я... И мне приходит постоянно дышать и сонастраиваться с собой, чтобы не вылететь в чужих людей. И не вылететь вот это в чужих, то, что я посмотрела. И очень важно ощущать себя. Я вообще вам объясняю, мы всё-таки понимаем, а вы просто, когда смотрите на других людей, вы не знаете вообще, кто вы, что вы. Ладно, наверное, всё, пора заканчивать. И уже опять начали слушать с песен, с веселья, а всё вышло всё равно всерьёз. Учитель, это тоже, вот мы тоже сегодня сидели, это учитель. Я говорю, я не хочу быть учителем, но кому-то я учитель, для своих бывших мужей. Мои бывшие мужья также мне учителя, да? То же самое, просто вот как-то это слово, чтобы вы понимали не из позиции эго-структуры, да, а из позиции того, что передача знаний. И жизненно, когда опыт он есть, и когда он уже, ты побывал в реальном божественном мире, да, и ты там выпрыгнул потом обратно в мир программ. А что про алкоголь не дорассказала? Я дорассказала про алкоголь, что я его не пью почти год. И что вот один раз хотела пить вина, и то такое состояние было непонятненькое. Потому что сейчас и такие очень сильные энергии были. И я, наоборот, такая, типа, могу сделать глоток вина. Потом такая, нет, я не буду делать глоток вина, потому что состояние моё непонятное сейчас я проживаю. Я могу сделать глоток вина, когда у меня охуенное состояние, когда оно стабильное состояние, когда всё ровно. Тогда, когда я точно знаю, что я хочу этого сейчас, а не из-за того, что непонятное сейчас состояние. Я не буду этого делать, потому что я хочу делать то, что я чувствую истинно. Понимаете, о чём я говорю, да? Ну, а же бывает состояние, когда вы не знаете. Когда у людей происходят переходы, мне вообще не знают, кто они. И я могу сказать, что я могу за это выйти вообще абсолютно другая. И я не хочу быть какая-то одна. Я такая разная, я не хочу быть какая-то одна и привязываться как к чему-то одному. Алкоголь, слушай, смотря в каких количествах ты пьёшь алкоголь. Я не считаю, что алкоголь это плохо. Во-первых, у меня непереносимость алкоголя. Я честно скажу вам, что я два пальца в рот делаю, да, от алкоголя. Понятно, от бокала вина такого не будет. Но я себя не очень хорошо чувствую. Есть люди, которые пьют алкоголь, им нравится. Есть люди, которые нравится, курят. Но это осознанные люди, а это как их заземляет, да? Но они не нажираются в говнину, в дерьмину. Ну, даже если, наверное, напьются. Но это очень тяжело, поверьте мне. Когда такое сознание, это невозможно. Я как-то на спор выпила 7 тыкил. Ко мне подходили люди, они мне подходили и спрашивали, вы реально сейчас залпом выпили 7 тыкил? Я говорила, да. Они говорят, и у вас? Я говорю, ну, мне нормально. Я не знаю, как это работает. Что случается? Ты переходишь, и не случается такого трэша, да, как раньше мог быть. Вот. Что я бы сознание потеряла, потому что текила – это зло. Поэтому я не могу сказать, что алкоголь плохо. Без алкоголя люди бы сошли с ума, они бы убили друг друга. Алкоголь – это мини-пробуждение сознания, это просветление. Когда вы выпиваете алкоголь, хотите, продегустируйте, кто пьет алкоголь. Закройте глаза просто, да, как перед медитацией. Почему люди выбегают из медитации? И вы слышите, как у вас надо сделать это, надо сделать то, надо то, все, мы все там, я не знаю, там штаны погладить сыну, сходить на работу, а вот это нужно сделать, а я еще хочу вот так тоже. Вот. И когда вы выпиваете алкоголь, вам кажется, что притупляется все, останавливается поток мысли. Алкоголь, но это не лучший заменитель, вы же понимаете, да? Алкоголь притупляет ваш поток мысли, поэтому человеку кажется, что ему становится легко и расслабленно, как будто тело расслабляется. Вы также можете расслабиться в медитации. Просто люди ленивые. Просто от алкоголя есть последствия. Алкоголь есть последствия. От медитации тоже есть последствия. Охуенные последствия, понимаете? Вы станете в итоге творцем своей реальности. Вот. Будете чувствовать свое тело, соединиться с вашим я, со своим чутьем. У вас откроются такие каналы, вы просто не представляете. А когда вы пьете алкоголь, ну да, вы расслабились, да, у вас остановился поток мыслей. А на утро похмелье или еще что-то, да? Вот. И у многих как бы перетекает в алкоголизм, в женский алкоголизм. Очень много. С чего начать медитировать? Медитировать нужно начать в себя. Медитация, она должна быть чистая. Вы можете добавлять, вот как я выложила, медитация с силы родом. Это для тех, кто хочет соединиться энергетически. Я не назвала бы это медитацией ями. Я бы назвала это сонастройка, сонастройка, как энергетическая там голосовая практика, да? Но не медитация. Просто вы закрываете глаза, вы тоже это проживаете, вы соединяетесь. Но именно медитация, вы должны научиться соединяться с собой, со своим телом. Медитация дана не для того, чтобы вы вылетели, как многие неверно делают, а чтобы вы соединились, вы научили чувствовать себя. Это самое прекрасное, что может быть, чувствовать себя. Представляете, вы чувствуете воздух, вы чувствуете людей, вы чувствуете своё тело через себя. Вы просто становитесь таким магнитом, который, во-первых, себя притягивает. Вы все светят. У меня светит свет, потому что я свет. И вы также, вы все свет. Но из-за того, что у вас дохрена всяких программ, всяких убеждений, вы как свет, который даёт мало всего, потому что вы настолько нагружены всяким дерьмом, который маме управляет, что света почти нет, поэтому очень мало всего в этой жизни есть. Ещё люди думают очень ограниченно. Вот сегодня девушка написала, как это понимать, как научиться себя, как это понимать, начать. Надо пройти обучение, и всё. Я не понимаю таких вещей, люди. Мы живём в 21 веке. Здесь все учатся. Я не прихожу, если я что-то хочу, я иду и делаю, беру себе. Вот так вы и медитировать бросите сами. Вы, конечно, можете посмотреть на YouTube-канале, где-нибудь найти кого-то и попробовать самой, если нет возможности. Но нужно чётко это изучить. Лиза боится выложить фотографию. Вдруг бывший посмотрит и скажет ради него. Так вы даже сейчас думаете о нём. Он так подумает, потому что вы думаете о нём. Не он о вас думает, а вы думаете о своём бывшем, что он о вас что-то может подумать. А человек о вас даже может и не думать. Вот в чём проблема людей. Ой, спасибо, добро-зло. Вот, вот, добро-зло. Это вообще реально. Вот есть и добро в нас, и зло. Если вы думаете, что вы пробудите сознание, и куда-то ваше зло уйдёт, его станет, да, не так много, но в нём столько силы, и оно есть и будет. Добро-зло, и свет-тьма. Да, свет-тьма. Насчёт своего парня. Люди живут просто в иллюзии. Похереть, какой иллюзии. Просто в иллюзии. Она думает о том, что он что-то подумает. А он уже трахает другую бабу, и вообще о ней не думают. Женщины. Вот это называется «я не в своём теле», «я не сонастроена с собой», «я вообще о себе не думаю». Я думаю «какой-то хуйни». Ой. Снимают кино. Да. И я думаю выложить фотку, а вдруг он подумает, что это для него. Ты фотку для кого выкладываешь? Походу для него и выкладываешь, что ты думаешь о нём, понимаете? Здесь такая тонкая грань. Человек уже говорит и думает о своём бывшем. Это он думает о своём бывшем. И что он там что-то подумает. А бывший, может, вообще не думает. Не, но обычно в таких отношениях, конечно, может быть, вайс-вайс. Давно эфир? Я не знаю. Так, давно эфир, давно эфир. Да не, ну, сейчас уже закончится. Он 10% на телефоне. Но я так скучала по вам. И нас из 20 человек выросло 42. А у меня, кстати, на другом аккаунте лучше работали эфиры. Может, всё-таки мы сделаем как-нибудь новый аккаунт. С чего ты, Лиза, начала? Я начала сахерить, какую работу над собой. Поэтому это непрерывная работа на протяжении 9 месяцев изначально, с чего я начала. Я пошла сразу. Отучилась. Сразу нашла учителя. Лично меня отучили. Наставничество, обучение. Полностью работать со своим сознанием. Ещё. Почему пробуждаются сейчас люди быстрее? Почему сейчас время другое? Время другое, да. Но мы не живём с вами, как 2000 лет назад Будда, которому нужно было 6 лет. В этой книге написано 6 лет. С помощью этой практики он пробудился. Шива 12. Потому что раньше они не работали с психикой. Сейчас быстрее я не медитировала. Тогда у меня произошло моё первое пробуждение. Ну, вообще, оно считается единственным, конечно. Это просто я немножечко выпала обратно в игру. Я не медитировала, да. У меня практики были на основе на закрытыми глазами, потому что так фокус внимания ваш не ходит туда-сюда. Потому что глаза, вообще, наше зрение, оно забирает больше всего энергии. Пробуждение произошло, потому что я работала много с эгоструктурой, с неустановками. И, вообще, эго, именно с эго работать, эго, туда включается и гордыня, ваше отношение, вот это, внутри вот этот червячок, который сидит в каждом из вас. Нет, вот все ваши 49 человек, если у вас нет пробужденного сознания, у вас во все сидит червяк, который пиздит, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, это такая, это такое, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Даже если вы не хотите так думать, вы идете, вам кажется, что вы так не думаете, ваш мозг все оценивает. Вот. Поэтому раньше они знали про эго, потому что в буддизме как раз-таки тоже писали про эгоструктуру, но не работали, не было работы с психикой. Сейчас вообще другие инструменты. Даже вот мой через рот мне передан. Кстати, я все время говорила, что у меня бабушка. Через бабушек. Да классно, что у меня по маминой линии в роду целителя и по папиной линии. Но мне передал это дедушка. Это уже второй человек говорит, через отца линию вам передал дедушка. У меня реально нимб. Они потом просветленных людей, кстати, рисовали. Чтобы вы знали, нимб это просветленного человека. Человек, который познал мир, божественный кон есть, пробудился и без вот этой шаурмы в голове. Вот. Шаурма в голове. Шалуха. Шалуха. Это кто тут за шел такой, что у меня так хочется? Шалуха в голове. Шалуха в голове. Причем, как у вас тут делают вегетарианскую. Вот. Я вообще, о чем я говорила? Ну ладно, шалуху перевели. Сегодня у меня будет три суп-личности. У нас на самом деле их намного больше. И кайфово играете в этой жизни как хотите. Так. Часто слышу фразу «Мужчина, зеркало твое». Но не понимаю, вот если мужчина мало уделяет времени тебе, что... Что зеркало, потому что ты не уделяешь времени себе. Ну, ты не уделяешь время себе, плюс мало времени уделяет, если от тебя ты грустишь от этого, это еще может отражать твоих родителей. Холодный мама и папа. Кто-то из них. Вот и все. Здесь тоже вы не слушаете зеркали. Когда мало времени, ты выбираешь себе таких партнеров, потому что ты выбираешь проживать себе тот сценарий, который ты прожила с родителями. У многих мамы холодные, были папы, но не работали. Так казалось, что они холодные, к примеру, мало уделяли времени. Ты выбираешь партнера себе, из-за которого ты получаешь такие же эмоции. Вот и все. Пора менять эту программку. Как поменять свое окружение? Поменять себя внутри, окружение само поменяется. Внутренне... Вы никогда... Не надо менять ни своих родителей, никого вокруг. Пока вы внутри ничего не поменяете, вы будете менять кого угодно, а ваши сценарии будут возвращаться по-другому. Мир устроен просто идеальнейшим образом. Когда каждый раз у меня происходят какие-то просто переходы, видите, вот сейчас я осталась на юге, я 20 дней жила со своей мамой. 24 на 7 я была со своей мамой. 24 на 7 со своей мамой. И поверьте мне, характер у моей мамы, ух, какой непростой. И у меня тоже, как мы знаем, потому что я ее дочка. Но это было замечательное время, которое мы провели, и мы не поругались. Два раза мы повздорили, но там была причина. Ну как повздорили? Я просто сказала, маме так больше не говорить про папу. Все. И все на это. Все. Ничего другого не было. А раньше я бы в первый день собрала вещи и уехала, и не жила бы со своей мамой. Потому что я была обиженным ребенком. Обиженным ребенком, который внутренне нес вот эту травму, что меня оставили. Что меня оставили. Вот. Владикавказ, привет. Не могу встретить хорошего мужчину. У меня все есть, а мне подаются нищеброды, которые еще на мое покушаются. Что делать? Пока в твоей жизни, моя хорошая, есть слово нищеброды, они будут приходить тебе всегда и учить тебя, что в жизни нет нищебродов. Это называется я гордыня. Идет впервые меня, понимаешь, когда ты говоришь, что ты такая, а вот они нищеброды. Пока в твоей голове вообще есть это, то ты будешь таких встречать. Тебя прям сам. Просто вы представляете, как вселенная уникально устроена. Она просто учит тебя, чтобы ты приняла, что мы все единые. И нет такого нищеброда, нищеброда. Что не надо человека, людей, вообще оценивать. Не только по деньгам, а вообще оценивать людей. Понимаете? Мы реально все, вы не представляете, мы все один, единственный организм. Вообще нас не существует. Мы не отъехали. Да. Да. А вообще, конечно же, ты проигрываешь свою какой-то сценарий, приходи на мою сессию, и мы тебя посмотрим. Потому что даже после вчерашней моей медитации девочки мне писали, и опять мы работали с психологами. Ну как же так? Почему я так плачу? Травма. Травма. Травмы. А травму, как многие думают, что они... Просто многие ковыряют ее, понимаете, словами, словами. Ковыряют. Годами. Годами, да. А есть вы, взрослая ваша позиция, и когда вы вообще видите, что на самом деле, вот вы ведь не знали даже о том, что я сейчас вам говорю, понимаете? Я просто иллюзию убираю у людей. Я не играю больше в игры. Нет, ну я сейчас не поиграла бы в одну игру. Есть игры, людей хорошие, поэтому мы играем в игры, но мы играем осознанно, понимаете, управляя, да? Ну короче, вот моя милая, просто я увижу то, увижу и вижу то, что другие не видят. Они скажут, у тебя, наверное, вот так вот, вот так вот. А все, блин, намного проще, ребят. Эго, эго, беспокойный ум, ваше ложное я. Вы можете прорабатываться, охереть, сколько, но ваш мозг, он будет всегда находить, пострадать, проблему, вас вести в жертву. Это всегда будет. Пока вы... У тебя сзади как нет, Это я стараюсь. Она старается. Креативный директор делается. Прошли мы. Как относишься к общему бюджету с мужчиной? Я отношусь только так, как вам хорошо будет. Вообще, это личное дело каждого. Вот честно, я считаю, что как кайф человеку, как им кайф, вы должны пробовать, как вам кайф. Если вам нравится, то пожалуйста. Если у вас возникает вопрос, вы меня спрашиваете, вам не нравится это, у вас это как-то вот... То вы должны, во-первых, разобраться в себе. Может, вы что-то там себе напридумывали, да? А с другой стороны, послушать себя. Если вам это не нравится, то сказать это своему партнеру и, наверное, закончить с ним отношения. Если он вас не услышит. Если он вас услышит, то просто его бюджет это ваш бюджет, а ваш бюджет это ваш бюджет. И все. Все просто. Вообще можете не работать. Руководитель, мягко сказано, не домужек, сплетник, шпаголик, лентяй. Все мое нутро кричит о неуважении по жизни человек очень терпимый и принимающий других. Но это, простите, пиздец прям колит. Ой, моя хорошая. У тебя вообще... У меня просто заканчивается зарядка. Я так вас люблю. Просто приходите на мои эфиры, на мои сессии, на мои обучения. Потому что ты увидишь, что не он такой. Ты вообще... Ты вообще... Ты в такой сейчас... Не буду говорить плохое слово. Не то, что в иллюзии. Ты в такой сейчас просто жопе. Ну вот в плане своего видения. А ты вообще не так видишь. Вообще не туда смотришь. Вообще не так. Вот люди живут в таких иллюзиях. И он твой руководитель. Это самое главное, да? Как ты говоришь, он лентяй, но он руководитель. А не ты. И поэтому здесь нету несправедливости. Здесь тоже такое сейчас с тобой происходит. В директ. Не в директ. Напишите там Ташин телефон. Есть? Записывайтесь. Я вам расскажу про вас. Очень много всего интересного. Так, ну что, есть еще какие-то вопросики? Раньше не было того. Раньше не было того, того и того чего? Да у вас вы просто не представляете, сколько раньше всего у вас не было. Сколько с возрастом у вас повылазило. Сколько у вас будет вылазить, что вы когда-то не принимали в ком-то. Вот вы когда-то не принимали в ком-то какого-то, не знаю, вы были какая-то шапоголичкой. Ну, короче, что-то вы не принимали когда-то или наоборот усердствовали, о себе запретили. И вы будете видеть это в другом, и вас это будет бесить. Это очень такие, вот эти люди, это прям поклонились, поблагодарили, не могу найти причину бесплодия, если у тебя все на уровне здоровительного, на уровне физики все нормально, врачи говорят, то естественно это может быть отсюда, это может быть родовое, тут тоже нужно смотреть. Потому что у меня, у нас знакомая с сестрой, ей 40 по-моему, нет, нет, под 40, да, она тоже долго не могла забеременеть и тоже обращалась, вот живет на Бали и вот к нескольким целителям ходила, также к целителям, к мастерам, работала с этим, работала с своей психикой и у них ребенок, все хорошо. Вообще, я считаю, что бесплодия не существует, это все идет из головы, да, и какие-то родовые, например, если ваша бабушка сделала 50 абортов, то у кого-то может быть, что не идет. Это нужно работать, тоже работать с родом, обязательно принимать этих дядь, братьев, сестер. Вы не представляете, сколько у нас реально бабушки делали абортов и искусственных родов, и это наши дяди и тети, которые есть в нашем, они есть в нашем роду, и вам нужно послушать обязательно мою медитацию, пожалуйста, зайдите. Она реально, я ее записала три года назад с командой, мне записывал специальный человек, нас, ну, очень много людей как бы участвовали в этом процессе, потому что все на студии было записано, специальный человек записывал, вот, я ее корректировала очень много, и она получилась идеальная, когда я ее еще слушала, и меня просто расплакалось, насколько идеально. Если вы будете 40-100 дней ее слушать, результат очевиден, особенно, кто не принимает маму, папу, у кого умерли родители в раннем возрасте, очень хорошо. Но медитация это тоже, не забывайте, главное работать со своей психикой, работать один на один, не скидывайте на медитацию, это даст на энергетическом уровне, оно сдвинет, даст изменения, но нужно работать. Большая работа над собой, даже вот я, ко мне люди приходят, я работаю с вашим полем, да, я работаю на тонком плане, я их просто считываю, мне просто дают, мне просто говорят, я просто вижу по-другому. И я просто, ну вот, ну, вот, это мой родовый дар, просто вот я с детства вижу будущее, вот я знаю, что, как будет у людей. Я раньше думала, ну, что просто я ляпнула такое, вот просто я ляпнула, да, пока вот мне начали светить, светить, говорить, говорить, и сейчас начали говорить, вот эти дни вообще, вот все, 20 дней я это тоже принимала. Я уже не говорю, что приходите ко мне на медитацию, нет, я говорю про свой дар, про свой дар, вот, это моя машина, мощь, благодарю, дедушка, благодарю свой род, вот. И я, а что говорила, я у девушки, но прочитала сообщение про медитацию, медитация в канал, она из шапки профиля, про курс спросить, про сессии спросить тоже. Вот сейчас будет групповой наставничество, только 8 человек, и уже по такой цене, как 120 тысяч не будет, потому что, кто есть в моем другом телеграм-канале, который теперь принадлежит другой девушке, девушка, которая, чтобы на секундочку, Диана, очень классная, я так рада, что я создаю мастеров, пришла, она вообще, у нее было свое дело, она занималась массажем, теперь она практикует, она чакролог, она, человек изменился просто там за, даже полгода не прошло, она просто говорит, я хочу все бросить, я говорю, конечно, она пришла ко мне, мы с ней проработали родителей, маму, вот это, не буду говорить, что, да, там тоже личное, вот это включилась уверенность в себе, что это мое, человек, даже не я, я бы даже не подумала, я просто покинула свой канал, понимаете, Бог работает так для людей, что они с другими моими ученицами решили, такие, а почему бы тебе там Диане, и чтобы Диана вот смогла работать, конечно, с удовольствием передала Диана, Диана берет сейчас, работает с девчонками, она уже наставник моих подписчиков, я себе говорю, вы представляете, как это все работает, человек, массажный кабинет у нее был, на нее работали девочки, а теперь она чакролог, занимается наставничеством, и это все, ну даже не полгода, ну что там, месяца 4-5 прошло там, да, и человек полностью изменил свою жизнь, это всего за 5 встреч со мной, 5 встреч, и она приходила еще ко мне на личные сессии, ну давайте 7 встреч, после наставничества она пришла еще на 2 встречи, которые вскрыли, мы поработали с ее очень глубинными травмами, понимаете, да, а не 10 лет психологу, ко мне приходят после 10 лет, или 3 года с психологу, год ходят люди, а результат должен быть после первой встречи, чтобы вы охуели, что вот оно что, вот оно где, а не ковырять, в боль идти, ковырять, ковырять, разговаривать, попиздеть, я просто сходила к психологу, не знаю, что это, но не все такие, но и каждый вам дает результат, все люди прекрасны, всем целую, ручки, ножки, это я не к этому, это просто для тех, кто не хочет долго тратить время и ковырять свои боли, и жить в детской позиции, потому что это жить в детской позиции, когда ты выбираешь идти и 5 лет обвинять своего папу или маму, да, что они виноваты в этом, вот, потому что любой человек дает вам результат, любой человек, послушайте, любой человек, даже который к вам подошел сегодня на улице и что-то сказал, услышьте в его словах, Бог с вами разговаривает через каждого человека, да, через каждого человека разговаривает Бог, каждый человек вам дает урок, каждый человек, кто вас окружает, почему с вами сейчас появился именно этот человек, вот этот вопрос главный, вы просто не представляете, все идеально в этом мире, вот просто все идеально ой да ну что я тоже тебя почему вы сохранили отношения с лёши господи отношения с лёши это больше пиар отношения чего вообще говорите скажите что у нас была любовь нас позже была любовь какая-то на уровне мои моего и его травмам и травмированные люди нарциссы которые сошлись я ему давила на травму что у него недостаточно денег он сказал что после пипа первое это как ее зовут а анны девушки вот у него же там произошла ситуация и я ему также говорил что я для этого встречалась мужчина более обеспеченным конечно чем лёша и поэтому ну я встречалась достаточно обеспеченными мужчинами вот которые много работают для этого вот и до бывали ссоры как бы он понимал как то что как я жила и при 40 я могла сказать извините меня жизнь вообще была другая теперь вот и я давила на его травму то что люди встречаются идеально для того чтобы а он был чисто моим папой он просто меня тиранил мог меня оскорблять он на меня орал как отец на мать он просто меня ускорблял унижал это самые невротические жесткие отношения вот вот и все я вам рассказала почему тогда не сохранить отношения слушать это я не поняла это что опять вопрос это тоже а это тот же почему вы тогда как два невротика могут я верила вашу любовь ну это была любовь двух детей не ты еще с вами разговариваю их все любовь невротику конечно него смотрел он был мне как мой папа во первых все мои отношения прошлое это я искала своего папу если бы вы чаще или были бы вот больше потому что очень мало где подписано телеграм-канал а зря я таких записываю вам там вещи я говорю если вы подключите моему каналу вы начнете вот здесь начнет работать не нужно думать то что я говорю нужно чувствовать это само вас загружается и путь-то у меня большой а той личности да вот сейчас да сейчас да и очень интересно это было это был увлекательный аттракцион так еще никто не любил как я и как то как ты и я хочу быть животным сегодня или захрани эфир ну не знаю блин он какой-то получился слишком разнообразный он знаете на чем он был ржачный было целых 20 человек потом но мы короче насчет этого тему потом я появился ним потом мы начали очень серьезно обсуждать тему потом пришлось больше вы меня еще зарядили больше энергии вот и все я с вами разговаривала часами конечно естественно манит 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 карусель но я сохраню фирма потому что я слишком красивая сегодня верьте в свою любовь и в себя потому что люди живут в иллюзии они видят каждого человека себя все вопросов нету больше сила и пожалуйста девочки не экономьте на себе не экономьте на себе вы не представляете все в этом мире принадлежит вам все самое лучше принадлежит вам все 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 просто дайте себе поверить в это не знаю слушайте аффирмации начните расширение своем вот как поменять черную полосу в жизни постоянно не везет менять внутри себя себя познать откуда причина откуда это вот черный код дорогу перейдет как поменять программу но ребят это труд работа над собой сейчас некрасиво меня отсвечиваю у меня все у меня рука просто нога не кажется а музыка есть включи музыку у меня все садится вот как-то хочется больше веселья вы согласны вообще у меня тут много людей из москвы из москвы есть вообще есть люди которые хотели бы прилететь ко мне на осознанную вечеринку трансформационную я бы хотела покажи мне любовь покажи покажи но будем много плакать ржать веселиться но это понимаете люди не готовы к сильным трансформациям потому что бывает такое что а вы как хотели идете трансформацию можете все нахер потерять все прошлое если вы хотите новой жизни вы должны просто проститься со старым многие просто не готовы не город я не готов этой серии как вот вы не знаю сейчас работаете где-то да вас уволят с работы многие не готовы к этому потому что люди привыкли думать что как бы что-то им принадлежит привязки и так далее а это все вообще мне принадлежит ничего он принадлежит жизнь настолько офигенная уникальная просто кайфуйте как говорит ольга бузова как говорит ольга бузова жизнь одна жизнь одна кайфуй братки что значит труд и работа над собой конкретно мариша если вы не понимаете что значит труд и работа над собой я точно не ваш мастер это сто процентов Ко мне приходят люди уже немножечко Понимающие, далеко не немножечко Понимающие, только говорила, ко мне приходят И работают с психологами, с мастерами К кому приходите вы Поэтому, ребят, это должен Быть тоже подходить уровень сознания Работать с собой, начните тогда хотя бы После исследований тут не поступают После чего? После исследований люди идут в первый класс, второй, третий Ну да, да, да Сначала нужно обучиться вам Каким-то азамамом, начать работать С каким-то мастером, с психологом Ну, хоть что-то начать делать с собой Познакомиться с собой, начать работать с собой Ну, лучше к мастеру, конечно, сейчас Лучше энерго Книжки почитать? Ну, книжка вас не поменяет, она поменяет вас Уму, даст какие-то знания Ну, хотя бы у вас будет понимание, чего вы хотите Может, вы хотите узнать, что вы, кто вы И для чего пришли в этот мир Все, осталась одна минута Мы завершаем с вами этот прекраснейший День Да, Мариш, ты можешь подписаться на мой телеграм-канал И немножечко прочекать Потому что там есть медитация Раньше давала книги, может, сейчас тоже будут книги Кстати, песенки тогда еще скидывают, кто обожает мои песенки Вот, почитать Читать, начать, хотя бы присоединяться ко мне Может, потом вольешь Ты же сейчас не понимаешь, это нормально Иногда мы не понимаем, не принимаем Мэга вообще У меня вот девочка Сиськи огоневые, спасибо Сейчас девочка ко мне на наставничество идет Сколько она идет уже, месяц никогда идти не может И реально, представляете, было же сильное полнолуние Она мне пишет Я не могу Я говорю, шикарно Вот, просто ее эго не дает Вот, и сейчас она подготавливается Она подготавливается Платила уже деньги за наставничество Она подготавливается, чтобы прийти ко мне Вот так вот Да, она говорит Я подготавливаюсь, я чувствую, что там просто сила